Во всем мире отмечают свой профессиональный праздник врачи-анестезиологи-реаниматологи. Это специалисты, которые в буквальном смысле слова возвращают людей с того света. Наш корреспондент провел один день с одним из детских реаниматологов и узнал все плюсы и минусы непростой профессии. Подробности прямо сейчас. Здесь в реанимации детской областной клинической больницы начинается борьба за жизнь. На поле боя со смертью выходят воины в белых халатах, анестезиологи-реаниматологи. Врач Вадим Пермин работает в этой больнице около года. Под его наблюдение попадают малыши, родившиеся раньше срока или с какими-либо патологиями. Здесь они проходят обследование, набирают вес, а жизненно важные органы достигают необходимой зрелости. Обычный день врача-анестезиолога-реаниматолога. Утро звонок в диспетчерскую. Необходимо забрать под наблюдение и обследование очередного маленького пациента. У крыльца больницы уже ждет реанимобиль. Сейчас в областной родильный дом. Там сегодня около 4 часов ночи родился недоношенный ребенок с респираторными нарушениями. Для таких пациентов автомобиль и реанимация оборудован специальной техникой. Есть кювет. Со всем этим хитрым оборудованием Вадим Сергеевич на «ты». Ведь его задача сработать точно и оперативно. Доставить новорожденного в реанимацию – задача сложная. Мне очень нравится именно такая работа. Видимо, не хватало какого-то экстрима. Маленький пациент теперь в надежных руках. Мальчик родился примерно на месяц раньше срока. Имеется проблема с дыханием. Врачи и медсестра внимательно следят за показателями на аппаратуре. Врачом она заранее настроена под параметры ребенка. Это реанимационный пациент. Опасность для его жизни, в принципе, конечно, существует. То есть, поэтому, собственно, мы едем с аппаратом искусственной вентиляции. Поэтому проводится инфузионная терапия. Доктор признается, что реаниматолог – это такая профессия, где хватает экстрима. Отбивать от смерти человека иногда приходится в самых неподходящих условиях. Даже на улице или в дороге. Такая работа только пожимают плечами сами врачи. Впрочем, спасение для Вадина Пермина в какой-то степени – дело, которым он занимается большую часть жизни. Я закончил медакадемию Тверскую. Закончил здесь ординатуру по нейонатологии. Совсем недолго поработал в пятом родильном доме. После этого уехал на Кавказ, где работал в спасательном поисково-спасательном отряде. В прошлом году врач вернулся в Тверь и трудится теперь в детской областной клинической больнице. Коллеги отзываются о нем как о надежном человеке и внимательном специалисте. С Вадимом Сергеевичем работается очень комфортно и спокойно. То есть человек знает свое дело, самоотверженно работает. То есть в любое свободное время позвони, всегда выйдет на работу. Врач-анестезиолог-реаниматолог, помимо того, что спасает жизнь, еще и избавляет пациента от боли во время экстренных и плановых операций. Это специалисты, от которых напрямую зависит успех оперативного вмешательства. Губернатор Игоря Руденни отметил, что труд медиков всегда остается и будет самым благородным и необходимым каждому человеку. Наше здоровье всех уже наших граждан было сохранено, конечно, благодаря общим усилиям всех медиков. Я уверен, что с такими профессионалами и гражданами с большой буквы мы сможем пообеспечить безопасность нашей территории и всего Верхней Волжья, на котором мы трудимся и проживаем. Пациенты тоже помнят и чтут труд спасителей в белых халатах. Сейчас в Тверской области проходит конкурс «Наш любимый врач». За 11 дней голосования на одноименном портале жители Твери и Тверской области оставили почти полторы тысячи признаний любимым врачам.